Взрослый ребёнок, который работает прежде всего со своим актёрским воображением. В этом вопросе, конечно, выживание в персонаж и потом разрешение персонажу вжиться в тебя, это процесс тот же самый, играешь ли ты на сцене или снимаешься в фильме. Даже в театре есть огромная разница, играю я в маленьком театре или играю я в большом театре. Когда я только пошёл в артиста, начал играть на сцене, мне всегда доставались очень большие театры. Использовал голос, приходилось использовать жесты. Если я обращаюсь к вам на балконе, вот там, сверху. Тогда, конечно, я пытаюсь вас достать голосом и жестами, потому что я понимаю, что видеть моё лицо вы не очень видите. А вы на первых придах портера будете считать, что я переигрываю, потому что я так ору. Это проблема реальная. И я играл шекспировскую другую пьесу, Макбета. И нам повезло, мы сделали этот спектакль в очень маленьком театре, где в зале всего было 100 человек. Они сидели полукругом вокруг той самой четвёртой стены. И я обнаружил, что самая огромная радость работы с шекспировским текстом, это когда ты можешь произносить шекспировский текст, как будто ты реально ведёшь беседу с кем-то, кто рядом. И, конечно, то волнение, которое испытывает зритель, находясь на расстоянии вытянутой руки от Макбета или Леди Макбета, с которыми происходят ужасные вещи, это, конечно, очень волнующе для зрителя, несоизмеримо больше, чем если с большого расстояния всё то же самое. И вдруг оказалось, что очень просто произносить эти знаменитые шекспировские монологи, что такое монолог, это то, что говорит герой, когда все остальные герои ушли со сцены по своим делам. Когда Макбет слышит, что его жена умерла, покончила с собой. Он говорит, что она должна быть умерла здесь после. Было бы время, чтобы так сказать, что вновь и вновь и вновь и вновь и вновь. Это вредно, это лично, это не проектировано, это не проектировано, это не проектировано. То Макбет говорит, она могла бы завтра умереть, как все дела твердим мы завтра, завтра, завтра. И это слова, которые Макбет говорит, обращаясь лично к вам, если вы рядом. Он рождает эти слова, его сознание рождает эти слова в тот момент, когда он получает новость о её смерти. И после роскоши работы в маленьком театре с шекспировским текстом, я с тех пор мечтаю только о том, что если играть Шекспира, то в маленьком зале, где зритель сидит близко. Потому что я ненавижу микрофоны. С тех пор я всегда хотел в Шекспире быть очень близко к зрителю. А самый близкий зритель, это, конечно, камера. И с тех пор мне стало интересно сниматься в кино. И that's all I really wanted to do. I wanted to discover how to stop acting and just... Just existing. But it took a long time to discover how to do that. It's not easy. Okay. One more thing. I talked about the soliloquy in Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Anybody got an answer? Если вы заметили, Ричард Третий обращается прямо к вам, к зрителю. How were we going to talk to the audience through the camera? In a big screen. It's so unusual, we don't expect it. И, конечно, я надеюсь, что для вас это было неожиданно, потому что обычно в большом кино, на большом экране, никто не поворачивается лицом к залу и не говорит слова, адресованные вам. И я надеюсь, что вам понравилась история, когда Ричард смотрит в зеркало. Когда мы нащупали эту идею обращения на прямую к камере, то есть к вам, к зрителям, у нас дальше все покатило. Когда Смоктуновский и Оливье играли Гамлета в кино, когда Кеннет Брана играл Бенедикта в кино, «Много шума из ничего», либо шел голос за кадром, когда они смотрят куда-то вдаль. И мне было ужасно жалко, что не разрешили смотреть в камеру, потому что нам, артистам, даже в кино нужен зритель. Для нас зритель – это камера, и участие зрителя – часть действия. Это очень красиво звучит, когда вы говорите, что вот не играть перед камерой, а быть. Но вот позвольте задать вопрос, каково это быть, когда на вас серая шляпа и борода Гэндальфа? Я молчу про Магнета. Спасибо. Ну, кстати, борода тоже помогла. Столько зрителей мне с тех пор говорили, вы в Гэндальфе, вот вылитый Гэндальф. Мы вот так себе и представляли. И я должен был сказать, что вы не читали книги, значит, вы не читали книги. Потому что первая описание Гэндальфа в «Лорд of the Rings» – это человека, у которого глаза были так длинные, что они пришли отсюда. Первое описание Гэндальфа в «Властелине колец» Толкина – это человек с такими длинными бровями, что брови свисают из-под шляпы и качаются сами по себе. Гэндальф, которого все кинозрители мира себе представляли перед тем, как увидели меня, конечно, это тот Гэндальф, которого себе представили иллюстраторы книжек до того, как сняли фильм. И два самых известных в мире иллюстратора книг Толкина работали на нашем фильме как художники, поэтому я и выглядел как их иллюстрации, а не как то, что описывает Толкин в романах. Но я помню тот день, когда Питер Джексон, наш режиссер и Питер Оуэн, наш художник по гриму, собрались вокруг меня и начали придумывать, как выглядит Гэндальф. Мы начали с бороды длиной до пола. Не пошло. Подрезали, подрезали еще. И в какой-то момент, смотря в зеркало раз за разом, я видел каких-то волосатиков. Я смотрел, как Бен Ганн из Острова Сокровищ гораздо больше, чем на волшебника. И в какой-то момент я посмотрел в зеркало и сам испугался, потому что я был вылитый Осама Бен Ладо. Бороду резали, брови подрезали, усы подрезали. И смотрел, смотрел я все. Привет, Гэндальф. Самое замечательное воображение артиста, если хоть что-то в роли удается ухватить за хвост, то тогда все становится целым, все собирается вокруг этой детали, которая тебе помогла. Артист должен понимать, какова ДНК его персонажа. Борода дала походку, походка дала голос. Голос дал блеск в глазах, исторический прищур. Они нацепили на меня шляпу, мы увидели всех в зеркале Гэндальфа, это был конец проблемы. Я расскажу еще одну вещь про «Властелина колец». Вы знаете, это был очень, 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 очень долго фильм. Вы понимаете, что процесс съемки фильма был, мягко говоря, не короткий? И весь фильм занимает 9 часов, если смотреть от начала до конца все части. Недавно кому-то пришло голоса, пора сыграть «Властелина колец» на сцене. Это был мюзикл. Я всегда хотела играть в мюзикл. «Я — я — я — я — я — я — я — я!» Когда театральные люди придумали сделать трехчасовой мюзикл, кинолюди стали говорить, да как же можно всего «Властелина колец» пихнуть всего в три часа на сцену? Ну, это, конечно, огромное преимущество театра перед кино. Когда Гэндальд говорит сообществу «Кольца» «Мы пройдем через море» и «Офф» они идут. Они идут. Камера снимает каждое лицо по отдельности. Они входят в море. Вверх по горе, вверх по горе. Камера снимает небо, снег. «Он всей телеи перед нами» и «Он в море и вниз». И, наконец, через десять минут Гэндальд говорит «Его мы, в море». «Волшебство театров в том, что мы можем использовать свое воображение. Нам не нужно 10 минут камеры, чтобы это сделать. В мюзикле они это сделали так. Гандалф сказал, «Мы пойдем в Морио». «Here we are!» Вы знаете, сэр Йен задал мне вопрос перед Q&A. Смотрели ли мы когда-нибудь здесь «Властелина колец» в оригинальном звуке? Я сказал, что, к сожалению, видимо, вся страна видела только в дубляже. Были недублированные версии года. Вот и сейчас вы смогли услышать настоящего, аутентичного Гэндальфа. Дважды. Оценили это. Сэр Йен. Ваша карьера, мне кажется, еще более насыщенной, увлекательной и сложной, чем все часы «Хоббита» и «Властелина колец» вместе взятых. И было много решающих поворотов там. Начиная с того, как вы в молодости впервые в детстве попали на непрофессиональное представление шекспировских актеров и видели две пьесы. Когда вы начали учиться на актера, когда вы сыграли впервые на сцене, впервые на телевидении, впервые в кино. Скажите, какой поворот, какой момент вам кажется сейчас, когда вы смотрите назад, самым важным и существенным, который действительно был решающим для вашего самоощущения как артиста? Ну, я никогда не учился на актера. Я очень много читал книг про актерское мастерство. И я со всеми этими книгами сто процентов согласен. Читаешь и думаешь, хорошо написано. Правда в том, что каждый артист – это индивидуальность. Мы все разные. И мне кажется, ничего страшного, если некоторые из нас артистов придумывают себе собственные системы актерского мастерства, которые подходят лично только нам. Иногда мне хочется, чтобы я где-нибудь учился, чтобы у меня была та самая система, чтобы на что-то опереться. Я играл в английской версии, в том смысле, что в английском спектакле первой пьесы, которую написал когда-либо Чехов «Без отцовщина Платонов». Платонов там, если вы помните, учитель, алкоголик и большой бабонек. Как вы, возможно, знаете, я ни то, ни другой, ни третий. Мне было сложно вжиться в руль, я как-то все мучилась. Я все хотела спросить, а сколько лет тем детям, которых он учит в этой сельской школе? А какой предмет он преподает с твоей большим энтузиазмом? Хороший ли он учитель? Почему он столько пьет? Что же он пьет? Какие женщины ему нравятся на самом деле больше всего? Я не спал ночами, читал все это мучение, сам для себя проигрывал пьесу раз за разом. В общем, я дошел до состояния отчаяния, потому что не было у меня своей системы. И я позвонил генеральному директору театра, не режиссеру спектакля, а генеральному директору театра. И я сказал, премьера-то у нас не будет. Я не знаю, что мне играть. Я пытался, но мне не удается нащупать образ. И генеральный директор, он же художественный руководитель, который был тогда на гастролях в Берлине, сказал, Иэн, успокойся, через два дня прилечу обратно, посмотрю спектакль и скажу тебе что-нибудь. Но сегодня, пока ты мне звонишь, в зале уже полный зал, люди хотят увидеть спектакль, иди на сцену, сыграй-то что-нибудь. Сердце у меня билось, как сумасшедшее, во рту у меня пересохло, я пошел на сцену, чтобы попытаться стать тем самым Платоновым. Я сказал первую реплику, зритель засмеялся. Мне никто не рассказывал, что это комедия. Опасность комедии очень проста. Когда ты играешь спектакль во второй раз, ты пытаешься выжать из зрителя смех в тех же местах, в которых они смеялись вчера на премьере. Ну, тогда приходится призвать на помощь профессионализм. Я играл Платонова 18 месяцев. Мы ездили на гастроли в Нью-Йорк, играли на Бродвее. И я очень жалею, что мы не сняли тогда фильм. Но есть фильм. Называется он «Незаконченная пьеса для механического пианино». Это фильм Никиты Михалкова. И это великолепный, идеальный фильм. И мне кажется, все, что делают артисты в этом фильме, Антон Павлович бы очень одобрил. Но вы меня спрашивали, был ли момент, когда я понял, что я наконец стал артистом или хотел стать артистом? Я помню, что я третий год работал на сцене, был совсем молодым актером, и мне доверили роль Тулия Офидия, предводителя Вольска в Кориолане Шекспира. Мне очень повезло, потому что режиссером этого спектакля был великий, не только британский, но и великий всемирно известный режиссер Тирон Гатри. И с каждым артистом он репетировал по-разному. И он понимал, что мне совсем молодому дали очень большую роль спектаклем этим. Мы должны были открывать новый театр в провинции. Он видел, что я нервничаю. И Тирон мне сказал, давай порепетируем твою роль отдельно, до того, как я вызываю всю трупу, я вызову тебя, и мы пару часиков повозимся. И когда мы поймем, что то, что ты играешь, тебе уже не страшно показать своим партнерам, тогда мы попросим их к нам присоединиться. Но он от меня требовал одного, но очень многого. А на самом эмоциональном пике пьесы Кориолан Шекспира, Тули и Офиди, которые на самом деле Кориолана, конечно, в общем-то любят, к сожалению, Кориолана убивает. И наступает момент для Тули и Офиди, когда он убил человека, которого он любил больше жизни, своего самого близкого друга. И тут у моего героя идет большой шекспировский монолог о сожалении. И режиссер мне сказал, вот ты его убиваешь, и я хочу, чтобы, как только ты его убьешь, ты его запил от горя, потому что пережить ты не можешь. Это было потрясающее предложение, но сделать это на репетиции для меня было очень сложно. И я сейчас вот вижу, как сейчас, что Тиран идет к сцене, а мы играем генеральную репетицию, он бежит по проходу пустого зала. И он подбегает к сцене и говорит мне, Иоанн, если ты не можешь поверить, что в этот момент у твоего персонажа происходит полный эмоциональный разворот на 180 градусов, мы это по-английски называем «развернуться на ребре монетки». Если ты не можешь, как артист, сделать здесь эмоциональное сальто и показать нам человека, который одновременно бесконечно любит и бесконечно ненавидит, если ты не можешь в этот момент воплотить веру Шекспира в то, что его герои, то есть человеческие существа, гораздо сложнее, чем нам кажется, тогда зрители приходят обязательно, у них дома есть телевизоры, в конце концов. И это, эти слова меня вдохновили на тот вопль горя, который я тогда очень правдоподобно исполнил, сейчас не буду. И в тот самый момент я, как артист, понял, что актер должен быть готов в работе пойти гораздо дальше эмоциональном смысле, чем нам кажется, что мы идем в жизни. В Шекспире надо осмелиться. Надо встать на край пропасти, посмотреть вниз и прыгнуть. Нужно, наконец, прыгнуть с этой доски. И поверить, что ты взлетишь. И как только я это осознал, я перестал нервничать на репетициях, я тем более перестал нервничать перед живым зрителем. И мне кажется, что вот это осознание, что надо осмелиться, возникло во мне только благодаря тому времени и тому вдохновению, которым меня подарил Тирон Гатри, великий режиссер.